С мая у нас вот начали делать ремонт капитальный. Они сначала делали фасад. Где-то в начале сентября, наверное, начали делать отопление. А он мне там, этот Павел Александрович, обещал, что в августе, вот, 15-го числа, всё мы вам сделаем, мы подключим вам отопление. Мол, типа, не переживайте, всё они сделают. Но он ответственный вот за капитальный ремонт. Сначала в августе обещали. Потом он мне говорил, ну вот в сентябре мы с вами встретимся, всё подпишем, всё, что в сентябре мы сделаем вам полностью капитальный ремонт. У нас ещё они, по идее, должны водопроводные трубы менять, электричество в подъезде и до щитка. Но это как бы вот ещё всё тоже неизвестно. Сейчас самое главное, чтобы хотя бы включили. Потом уже он мне говорил, что, мол, типа, ну вот всё вот в конце сентября, вот к первому октября мы вам точно включим. У нас уже вот осталось чуть-чуть там в подвале они доделают. И к первому октября точно всё уже включим. И всё, и вот на этом дело так и остановилось. Сегодня 7 число и отопление нет, да? Да, и всё, и никак, и... А греть получается газом, да? Глут газом. Все окна мокрые, все окна в плесени. А отопления нету, получается, во всём доме или в подъезде? Во всём доме. Во всём доме. А в соседних домах есть, не знаете? В соседних домах есть, вот в том доме точно есть, но в этом, наверное. Там тоже делали капитальный ремонт, уж что-то ещё и доделали там. В администрацию в нашу обращались. Ну там, видимо, тоже созванивались, вот с промостройсервисом говорили, что 1 октября обязательно включат. У женщины из 2 подъезда дочь звонила куда-то, ходила к ним туда разбираться. Им тоже пообещали, что к первому числу всё, вот, всё-всё-всё подключат. На втором этаже у соседки, вот у неё 14 градусов в квартире. У нас, к сожалению, нет градусов, нет. А, нет, да? 14 градусов показывает, да? Сейчас заморозки ночью, тем более. Ну вот сейчас, да, вот уже. Это ещё вот было сколько дней мы, дня три назад с ней разговаривали.